Приветствую, с вами Назарий, и сегодня мы рассмотрим, как добиться вот такого же эффекта, как и у Apple, как сделать освещение, ну плюс-минус таким же, я все же сидел это, подбирал на глаз, у меня не было никаких инструкций, как это делается в Apple, вот, поэтому наша задача сегодня повторить вот эту вот тенюшку, вот эти вот все блики, освещение, и если вы посмотрите направо и налево, то справа вы увидите фотографию, ну или рендер, который сделали Apple, слева вы увидите то, чего я смог добиться именно в блендере, поэтому давайте детальнее рассмотрим, из каких частей состоит все вот это вот освещение, по сути, у нас не так уж и много деталей, поэтому это видео будет достаточно коротким, и мне кажется, это достаточно-таки большой плюс для него, вот, я выписал здесь 13 пунктов, которые нам помогут разобраться в этом, и давайте пройдемся по каждому из этих пунктов, Во-первых, вам нужна модель AirBots, как бы это странно не звучало, потому что мы сегодня ее делать не будем, я нашел эту модель на Sketchfab, я оставлю на нее ссылку, поэтому вы можете просто перейти, скачать, и затем дальше использовать эту модель, ровно так же, как и я Там, правда, были некоторые моменты с UV-картой, вот, я думаю, что вы, когда скачаете, увидите проблемы там в этих местах, но для этого достаточно будет просто взять, открыть этот материал и накинуть на него обычный черный цвет, и добавить ему roughness, там, по минимуму Далее, нам для начала надо все это выставить просто прямо, ну, как это было, собственно, и сделано в самом оригинальном рендере, поэтому мы создаем камеру прямиком перед вот этими вот AirBots'ами, и добавляем достаточно такой большой focal lens, чтобы у нас это все выглядело прямо, без каких-либо сильных перспективных искажений Затем я перейду в рендер, просто чтобы было видно, что вообще происходит именно на самом рендере, и пока что, кроме вот этой вот черной, точнее, зеленой точки, вы ничего не видите, потому что у нас нет никакого освещения, никаких вообще HDR-карт и прочего Ну, мы, собственно, их использовать и не будем Для начала я бы хотел вам порекомендовать полностью освещение мира выкрутить в ноль, чтобы он вообще не давал никакого света Вам нужно создать основной источник освещения, и в данном случае он выглядит вот таким вот образом То есть я включаю вот так вот, и смотрите сразу же, какая магия происходит, но вы не пугайтесь, на самом деле это обычный куб, у которого вырезана вот эта вот передняя часть, и он размещен таким образом, чтобы создавать вот такие вот граненые блики То есть если я его буду перемещать вот взад-вперед, то эффект вот этого вот освещения по бокам, он будет изменяться То есть первый пункт у нас это создание вот такого вот бокса, на него вы накидываете любой материал, просто ставите белый цвет для освещения, для амишина И указывайте силу в 2000, ну или сколько вам это понадобится Затем второй пункт, черная коробка для того, чтобы создать темные грани Если мы посмотрим на пример, мы увидим, что помимо вот этого вот блика, у нас есть еще вот такое вот затемнение по краям, и я его тоже воссоздал вот здесь вот Поэтому нам надо создать еще один бокс, вот такой вот, по сути можно его просто скопировать И здесь вы вырезаете переднюю и задние части, просто чтобы у нас дальше свет проходил И здесь просто ставите абсолютно черный цвет в материале, ничего абсолютно больше Если мы перейдем в вид с камеры, мы увидим то, что мы создали вот здесь таким образом Давайте я еще раз включу-выключу Мы создаем именно вот эти вот грани, которые, ну являются таким вот небольшим дополнением для всего вот этого То есть его опять же-таки можно вперед-назад вот так вот двигать, чтобы регулировать силу вот данного эффекта То есть вот как-то вот так вот, например, чуть-чуть поменьше Вот, и мы таким образом добавляем вот такую вот обводку, что ли, черную вокруг Далее, камера с большим focal lens, это я уже сказал Затем rim light для того, чтобы к темным граням добавить легкую подсветку и подчеркнуть детали Несмотря на то, что мы добавили черную обводку, я еще бы добавил rim light То есть, по сути, у нас есть один area light обычный сзади, который находится спереди вот этой черной коробки И тут 5000 сила, ну в зависимости от того, каких размеров у вас цены, вы можете менять это значение Вот, и что вообще это добавляет? Давайте я чуть-чуть ближе пододвину эту черную коробку Чуть-чуть буквально вот сюда, чтобы добавить больше эффекта И что вообще меняет вот этот вот источник света, то есть, вот этот rim light Если мы его выключим, как вы видите, у нас пропадает вот такое вот приятное достаточно-таки свечение То есть, вот вы вот здесь его можете увидеть, такая белая полоска Я его выключаю, и вот тут она пропадает То есть, буквально вот этот вот блик и такая небольшая подсветка по всему периметру данного объекта Далее, пятый пункт, это shadow plane для регулировки степени темноты передней тени То есть, у нас вот сейчас есть тень спереди, но она такие черная Мы включаем обычный plane, то есть, я беру plane, ставлю его спереди Его сейчас не видно, потому что я выключил его отображение Вот, я включаю его перед камерой И, по сути, это просто обычный plane, у которого у нас тот же самый черный материал То есть, ну, только немножечко сероватый То есть, я его продублировал и сделал его чуть более серым И таким образом, надо выключить вот здесь вот его visibility камеры И таким образом, если я буду здесь менять серый цвет Давайте я скопирую Я буду влиять на степень темноты вот этой вот передней тени То есть, можно вообще белым сделать, можно чуть-чуть светлее Ну, давайте я вставлю то, что было до этого То есть, вот такой вот обычный серый цвет, по сути, ничего больше нет Далее У нас есть shadow plane 2 и 3 Для того, чтобы добавить больше теней на передние части наушников То есть, вот здесь вот в эту область Как вы видите, у нас есть вот тут такие вот характерные тени Поэтому я их воссоздал ровно таким же образом То есть, я создал просто Давайте я вот проявлю их Я создал два обычных plane По сути, то же самое, то, что мы только что видели Вот здесь вот я его включу Вот, то есть, обычные самые plane С обычным серым цветом, который я просто скрыл от видимости И также отключил им Glossy Просто, чтобы они не давали нежелательных бликов на наши объекты Вот, ну, дальше мы этот момент еще раз смотрим И таким образом, если я буду включать-выключать Вы видите, то, что мы тоже можем влиять на степень темноты Вот этой вот передней части на нашем объекте Далее, shadow plane 4 для того, чтобы сделать тень под крышкой По сути, опять же-таки, тот же самый принцип Я вот включаю Смотрим на вот эту вот нижнюю часть Вот включаю-выключаю И у нас здесь появляется тень По сути, тот же самый plane, который находится вот в этой области Тот же самый материал сероватый Если я его покажу на камере, он выглядит вот таким вот образом Поэтому просто добавляем обычный plane И он добавляет нам подходящую тень в той области, в которой нам это нужно Далее, выключаем глосси для кейса, чтобы убрать нежелательное отражение на наушниках О чем здесь идет речь У нас есть вот основной вот этот вот кейс Я его выделил И если я ему сейчас включу глосси Вот здесь появится снизу Ну, тут из-за размытия это плохо видно Но здесь снизу есть такие вот достаточно нежелательные блики для меня От которых я хотел избавиться И для этого достаточно было просто отключить глосси у этого объекта Чтобы он не отражался на других поверхностях Далее, добавляем roughness для крышки И через layer weight делаем подсветку и тени Здесь, для того, чтобы добиться вот этого вот эффекта Того, что здесь есть что-то беленькое Дальше там у нас какая-то тень Мне пришлось сделать отдельный материал для этого И как я его настроил Во-первых, я включил больше roughness Чтобы у нас именно были не блики А такое вот мягкое что ли размытие света Далее, я создал layer weight Через facing подключил его к color ramp И тут, по сути, два разных цвета Хотя может показаться, что это оба белых Но вот этот вот Или вот этот вот Тяжело развидеть это По-моему, вот этот Он более серый По сути, это основной цвет Который создает Ну, скажем так Опять же таки, цвет для вот этой вот внутренней части И вот этот вот белый Он добавляет вот эти вот белые подсветки Которые я здесь добавил Даже вот скорее наоборот, как я вижу То есть у нас Подсветки это вот эта часть А основной цвет вот этой области Это вот этот вот ползунок Поэтому через layer weight Вы можете подключить facing к base color И таким образом сделать Фейковое освещение Для вот тех частей В которых у вас не удалось сделать нормальное освещение То есть добавить какие-то тени Которые там должны быть Потому как Опять же таки У Apple какая-то интересная Такая прям схема освещения И я повторял это все на глаз Да Ну и не забываем ставить roughness Просто чтобы у нас Вот эти вот плавные мягкие вещи Они вообще существовали Далее Материал наушников С translucent Изначально на вот этих наушниках Материал был Такой странный Какая-то картинка Ну, в общем Я добавил просто translucent Смиксовал его с обычным Principle BSDF И по сути сделать такую вот имитацию Мягкости вот этих вот частей Для наушников Затем Background 0 Ну, в принципе, как я и сказал Тут уже ничего нету И последнее, что нам остается После всего вот этого Это постпроцесс То есть сейчас Мы просто это рендерим И я перейду в Photoshop Да, вы можете сколько угодно говорить То, что это можно сделать и в блендере Но я привык делать постпроцесс Именно что в Photoshop Поэтому дальше мы переходим туда И я показываю, что я делаю затем В Photoshop, когда мы закинули Всю вот эту вот нашу вещь Ну, я не буду говорить По поводу вот этого вот текста и логотипа Потому как, в принципе, это и так понятно То, что это просто вы качаете логотип Добавляете текст Это добавлено просто для красоты Спереди, чтобы добавить свечение Я добавил обычную вот зеленую точку То есть через кисточку Сейчас я вот найду Возьму вот такой вот цвет Ну и вот здесь вот Давайте создадим новый слой Ставлю вот так вот точку И выбираю режим наложения Vivid Light И просто уменьшаю opacity Ну, до того состояния До которого мне начинает это нравиться То есть вот так вот Далее У нас есть сырой рендер Который мы загрузили из блендера Сразу же я делаю смарт-объект Просто чтобы, когда мы применяем какие-то эффекты Чтобы мы потом могли взять Это скопировать на другой объект Сейчас я буду пользоваться камерой RAW То есть если у вас ее нет Пожалуйста, ее установите Если вы хотите добиться того же самого Вообще, это не обязательно То есть вы Если вы пользовались фотошопом до этого То вы плюс-минус разберетесь с тем Как повторить тот или иной эффект Вот Но я буду пользоваться камерой RAW Так как в ней есть весь инструментарий Который мне необходим для того Чтобы сделать это изображение лучше Поэтому я нажимаю Ctrl-Shift-A И здесь Можно уже редактировать То, что вам интересно Во-первых, я бы хотел добавить Чуть-чуть больше контраста Буквально немножко Можно затем взять В деталях Добавить Шарпенинг Чтобы это казалось таким Более острым Более крисповым Затем В кривых Я чуть-чуть буквально Вне стены Чуть-чуть Чтобы чуть больше контрастности добавить Еще Затем Можно Хайлайты Улучшить То есть как-то вот так Сделать их более Очевидными Затем Можно Темные участки взять Сделать еще темнее Чтобы еще больше Разделить Светлое И темное Ну и по сути В целом Это все То есть опять же Это можно сделать Не в камере RAW Но я делаю это здесь Потому что мне здесь Так больше нравится Я применяю И вот здесь Теперь у нас Изменилось Данное изображение То есть мы теперь можем Глазиком Включать Выключать Тот эффект Который мы применили И как вы видите Изображение стало Немножечко лучше Оно в принципе До этого было и так Хорошим Но сейчас мы его сделали Более контрастным И более приятным Собственно для глаза Вот и таким образом Выглядит Вот все вот это Вот освещение Но в блендере Так как оно делается Плюс-минус 15 минут Я считаю То что Огромное преимущество Вот скажем так Такого подхода Потому что мы Ну да конечно Там какие-то детали Еще сохраняются Которые стоит подтянуть Но мы смогли За такое короткое время Добиться вот такого вот результата И если вы хотите получить Все исходники С этого видео Вы можете подписаться На мой патреон В ссылке под Собственно Под этим видео Вы можете оставлять Свои комментарии По поводу того Может быть я что-то упустил Может быть вы знаете Какой-то получше метод Чтобы это все Знаете Сделать Еще красивее И если Я посмотрю Что да действительно Оно того стоит Я может быть обновлю Это видео в будущем Вот В целом Это все С вами был Назарий Переходите ко мне в телеграм Я там часто появляюсь Часто что-то пишу И там в принципе анонс Всех новых видео Или стримов Иногда там Тоже такое у меня бывает Где я делаю какие-то 3D объекты Там плюс-минус За 2 часа Спасибо что посмотрели Ставьте лайки Подписывайтесь Потому что это Очень важно для меня Чтобы выпускать Такой вот Уникальный контент Что ли для вас И В целом это все Всем спасибо за просмотр Всем до следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok